зато что я расскажу это случилось 2008 году это да совершал пасторское служение в городе днестровский на днестре до сразу вы знаете в этом городе было очень много харизматов большая была церковь и я как-то познакомился с пастором и мы с ним общались в одно время потом через какое-то время еще я помню гости меня пригласил ну знаете как накрыл на стол этом сотру сом вене ну угощайся ты же еще и сом да еще и вене но вы знаете мы общались через некоторое время прихожу к нему в гости он говорит вадим ты вот давал вот материал читать что почитал ты знаешь мы уже свинину не едим приятно радостно еще какое-то время проходит мы с ним стали говорится дарья языков так интересно выслал горит знаешь вадим ты мне на основании библии убедил что вот эти иные языки это не от бога я так ну как бы на основании чего тебе ищу ну как бы еще нужно видно понимаешь это такой интересный опыт и такие чувства и эмоции у меня происходит я просто не могу тебе писать нет сложно оставить я говорю ну давайте давай будем молиться об этом это пастор этой церкви на одну вещь он мне сказал мне очень глубоко тронуло сердце он сказал такой момент он говорит вадим мне абсолютно все равно что ты проповедуешь в своей церкви среди молодежи хочешь говорить о субботе о десятине о свинине тогда он сказал говорит ты пойми твоя молодежь слушает мои песни ну мои в смысле харизматические поэтому через какое-то время они просто будут мои вы знаете я уверен что это не он сказал это вот кто-то через него сказал я пришел домой я принял решение этот вопрос глубоко исследовать друзья мои я исследовал я три года исследовал этот вопрос вы знаете через это время я понял что этот пастор оказался абсолютно прав что действительно музыка как может и прославлять бога так может и прославлять другую личность я хотел бы продолжить наш семинар и поговорить немножко о том о той музыки которая впоследствии будет объединять все религии в начале я хотел бы вам прочитать одну цитату одного человека из газеты christianity today вы помните эту газету это самое авторитетное протестантское издание christianity today и вот там дон мойен пишет он говорит я обнаружил что священная музыка харизматического стиля используемая для богослужения она вне динаминационная она проникает во все динаминации с неважно какой она проникает в любую динаминацию 20 лет назад между многими динаминациями он пишет были огромные различия сегодня эти стены рушатся на каждом концерте который я провожу приходят представители от 30 до 50 динаминации можете представить и неважно это это баптисты и евангелисты харизматы вот так вот все смешаются и поют одно и тоже в конце каждой песни говорят аминь и вот еще одна цитата более 700 церквей города сан антонио которые представляют более 50 динаминаций собрались вместе на компанию били грэма вам знаком этот евангелист били грэм да баптист да очень известный как как у нас у адвентистов марк финли так у него били грэм всю молодежь южного техаса решили собрать благодаря именам известных рок-музыкантов но здесь перечисляется мы не знаем конечно тех рок-музыкантов и слава богу и вот дальше статья в соединенных штатах америки люди относят себя к церкви не благодаря предпочтению той или иной динаминации но из-за предпочтения к музыке какую церковь мы пойдем ну ты знаешь мне больше нравится вот эта музыка в этой церкви но я пойду туда а тебе какая нравится мне нравится вот вот там какая музыка поэтому идем туда вы знаете друзья я в одно время учился на богословском факультете в заузкой духовной академии вы знаете я заметил что там организовали молодежную церковь организовали молодежную церковь и вся молодежь перешла туда назвали ее верхняя горница сейчас уже ее поменяли поможет сказать дом называется но смысл такой же я помню вот вся эта молодежь перешла туда все почему потому что просто им нравилась там музыка и когда они перешли туда две церкви которые были в заокском представьте себе церковь без молодежи вот без вас кстати это какие церкви пожилые люди я вот смотрю вся молодежь пошла туда здесь кто остался вот такие и вы знаете и это так было смотреть на это печально и поэтому вот 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 просто а ты куда пойдешь а я туда пойду потому что мне там не нравится слово божье как звучит а именно мне нравится как музыкант это поем вот еще боб ларсон пишет видели ли вы когда-то группу молодежи будь то не лютеране присвятеряне баптисты харизматы или евангеликалы которые располагаются по их динаминационным признакам когда на сцену выходит петра это очень известная такая рок-группа и все они начинают кричать и прыгать покидая подобные места пережив вместе этот опыт они возвращаются в церкви уже не осознавая больших доктринальных различий друг с другом что делает такая музыка она их объединяет вот что делает эта музыка она неважно ты можешь быть лютеранин ты можешь быть баптист ты можешь быть евангеликал но если ты поешь одно и то же произведение что и все эта мелодия эта песня на что она объединяет конечно она объединяет молодежь и смотрите что харизматы сказали на их конференции в канзас-сити сша в 1985 году они говорят харизматическое движение только в том случае останется харизматическим если будет состоять в экумении как только она потеряет экуменический характер тот же исчезнет его харизматическая сила то есть задача харизматической музыки как раз состоит в том чтобы и объединять представители других религий собирать объединять как клей вот перед нами еще один известный музыкант джон майкл талбот и вот что он пишет статья называется наши отцы и наша разделенная семья будучи католиком я уважаю других христиан пишет он мы особенно близки к тем кто ценит апостольскую традицию а также библию библии но я не могу собрать протестантов на свои богослужения но я так радуюсь когда они приходят на мои концерты потому что только там я им могу проповедовать мои доктрины по стар Eph生 réalité что я протестантов вот я католик он говорит я не могу им доктрины свои проповедовать ну что делать а очень просто я им приглашаю на мою музыку и там им проповедую что interrupting они приходят они слушают они принимают Вот чтобы вы знали, музыка, она состоит из трех частей, да? Вот пение, само пение. Первое – это слова на первом месте. Почему? Потому что в Священном Писании, помните, апостол говорит, назидайте друг друга себя чем? Словословием, псалмами, так или нет? Да, это назидает, ты духовно питаешься этим. И поэтому, когда есть песня, главное в песне – это всегда слова. Затем далее, следующий момент, идет мелодия на втором месте. А задача мелодии какая, друзья? Как раз задача мелодии – сделать так, чтобы слова были очень хорошо понятны. Так или нет? То есть, фактически, мелодия, она создает фон для того, чтобы мы с вами эти слова, что? Восприняли. И поэтому, если мы чувствуем, что слова, к примеру, о страданиях Иисуса Христа, а мелодия будет тарам-тарам-тарам-тарам, да? Чувствуете сразу дисгармония? Что-то не то, неправильно. То есть, мелодия, она должна соответствовать словам. Фактически, мелодия, она должна поддерживать слова и делать так, чтобы было лучше и легче и глубже воспринять эти слова в наши сердца. Ну и третий момент – это что? Это ритм. Но он на самом последнем месте, так тихонечко, чтобы, знаете, так скрытно. Что делает дьявол, друзья мои? Дьявол, он никогда ничего, что вы знали, он никогда ничего сам не придумывает. Дьявол, он всегда берет что-то Божье и просто переворачивает это с ног на голову. Вот не зря Мартин Лютер, знаете, как дьявол называл? Обезьяна Бога. Спасибо, да. То есть, фактически, что он копирует, повторяет, но изменяет. Он берет просто с ног на голову, переворачивает. И он брал, вот помните этот слойный пирог, мы говорили, на первом месте что? Слова, да? Песня на втором месте что? Мелодия. И на третьем месте ритм. Дьявол берет вот эту пирамиду и просто берет ее и что? И переворачивает. И теперь на первом месте у него что? Ритм. Бум-бум-бум-бум-бум. Я не знаю, эти басы везде вот ставят. Я сейчас, я не знаю, я у себя в городе, один парень, я не знаю, на Жигуле, старом Жигуле, открываешь багажник, у него все в этих басах. Главное басы, чтобы они не разлучали, знаете, то есть это главное. Там вообще мелодия, песни, вообще ничего не слышно. Но эти барабаны бьют настолько сильно. Да, и как уже без басов, без этих вот этого. Следующее это мелодия, да? Но и на самом последнем месте дьявол что? Это слова. И друзья мои, если вы, ну я бы не хотел бы, но если так вы вспомните какие-то песни из мира, то там мелодия есть, басы вроде, ритм тоже есть, а слова, слова ни о чем. Вот, спасибо, как тебя зовут? Светлана. Вообще нет смысла никакого. Ты пришел ко мне, я пришел к тебе, там что-то тролливали, разошлись, не понимаешь. Вообще, то есть иногда пытаешься что-то там понять, что вообще ни о чем. Потому что слова это ноль, это ничего. Главное что? Это ритм и потом мелодия. Поэтому, дорогие мои, я помню когда, очень давно я был молодым, я помню мы молодежью собирались, и знаете, было такое, что поем? Что поем? Какое? И я себе поймал тогда на мысли, что мы выбирали пение не потому, что нам нравились слова, а потому, что нам нравились мелодии. Но я понял, что нам нужно выбирать пение, потому что нам нравятся и слова, и мелодия. Наверное, слова прежде всего. Знаете, вот это пение, оно больше подходит вот к теме проповеди, да? Когда мы к теме проповеди подбираем, мы что, мы смотрим, какие слова, какая тема проповеди, так или нет? То есть вот это главное. И пусть оно будет всегда. Елена Уайт, кстати, описывает, она говорит, что вот эти, то, что она видела, то, что Бог ей показал, что такое пение, оно будет распространяться, харизматичное пение. И вот она говорит, будут громкие возгласы, крики, сопровождаемые барабанами, музыкой, даже танцами, да? И вот мы читали, что они там собираются, все представители деминации, и прыгают, хлопают, кричат там «Аллилуйя» и так далее. И вот она говорит, что и вот сатанинские силы ликуют в этом шуме и грохоте. И это как называется? И это называется действием Святого Духа. Друзья мои, а есть такое вот сейчас церковь, харизматическая церковь, да? Они сейчас вот такое поют, и они вот такие пения, да, там подтанцовки какие-то. И они говорят, это кто? Это действие Святой Духа. Друзья мои, вот говорит Дух Пророчества об этом? Конечно, говорит. Это будет распространено особым образом. Друзья, можете дать мне Библию? Я... Вот, спасибо. Сразу такое оружие, я свое. Я просто хотел бы вам еще один текст. Я прошу вас открыть вместе со мной Евангелие от Матфея, седьмую главу. Здесь Господь Иисус открывает нам картину Божьего суда. Вот здесь интересно, 21-й текст, он говорит. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? Друзья мои, о ком здесь говорит Иисус? О верующих или о неверующих? А? О верующих. Конечно, эти люди, которые что? Они говорят, Господи, Господи, да? Это верующие люди. Дальше что они еще делают? Написано, эти люди, они пророчествуют, да? Они что еще делают? Они бесов изгоняют и многие чудеса творят. Вот скажите, если вы увидите какую-то церковь, где вот это все проявляется, вот что вы подумаете от этого? Представляете, бесы выходят, чудеса там, люди исцеляются, а? Вот многие так и говорят, да. Слушайте, ну такие чудеса, вот был один инвалид, тут раз поднялся, встал, все, пошел. Вот это чудеса. Так или нет? Да. Ну что говорит Иисус? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. А как это может быть так, что Иисус этих людей не знает? Здесь говорится о личных отношениях, правда? Личных отношений этих людей с Иисусом не было. Потому что Иисус говорит, отойдите от меня, делающие что? Делающие беззаконие. То есть, фактически, эти люди, они отвергают закон Божий. Они говорят, закон нам что? Закон нам не нужен. Главное, что у нас есть, это что? Мы пророчествуем, мы бесов изгоняем, многие чудеса творим. Я помню, как-то с этим пастором тоже разговаривался. Он говорит, Вадим, ну у нас истинная церковь. Говорит, смотри, у нас в каждое воскресенье десятки бесов выходят. Вот я провожу служение, говорит, и столько бесов выходят, и каждое воскресенье бесы из людей выходят. Разве это не здорово? Я ему говорю, брат, я не знаю, но в моей церкви вообще бесов нет. Я прихожу, нормально, адекватные люди, поклоняемся в духе истине. А у тебя, говорит, ты извини, но у тебя как транзит, у тебя 10 вышло, 20 вошло. И вот так вот, и ты каждое воскресенье только что и делаешь, что и что. Одних выгнал, другие вошли, одних выгнал, другие вошли. Говорит, вот это ненормально. И причем, смотрите, какой акцент ставится. Я, кстати, хотел тут же и другую тему, тоже короткую сразу же. Это то, что тоже относится к этой церкви, тоже способствует тому, что объединит религии. Кстати, вы знаете, мне было так не сильно, когда я увидел сборники наших гимнов, а там уже не то, что адвентистские пения, а там уже пение всех конфессий. Вы знаете, так смотришь, а вроде бы адвентистский сборник, а там и харизматические группы, такие что-то, я знаю эти харизматические. На самом деле, что вы знали, друзья, что я в свое время был ярым сторонником в харизматических песенах. То есть, что вы понимали, что когда я приехал в мою родную Молдавию, я был ярым противником традиционных песен. Я посещал различные общины, я убеждал молодежь петь только харизматические песни. Поймите, я воодушевлял их, я побуждал. И когда появлялись люди, которые говорят, ну, Вадим, это не совсем нормально, я всячески аргументировал, говорил, нет, что ты. Я убеждал людей. Видите, как Господь меня поменял. Я уже стал наоборот ярым защитником Божьей истины. Вы знаете, это произошло в Буче. Помните, конгресс молодежи был в Буче? Кто был на этом конгрессе? Был кто-то? Браты был. Я тогда был как представитель молодежи от Молдавии. Я был руководителем молодежного региона там. Я помню, я приехал, а у меня уже тогда была позиция по многим вопросам, ну, такая, более так, библейская. Я вот тогда впервые познакомился с одной девушкой и спросил, а как вы относитесь к музыке? Она говорит, ну, музыка должна быть такой, такой. И то есть она правильно говорила. Я говорю, да, сестра, я с вами согласен, спасибо. Говорю, а как вы относитесь вот к украшениям? Она говорит, вот украшения, ну, не нужно. Вот это надо все оставить, да? Говорю, так, спасибо. А как вы относитесь там еще к другим вещам? Вот так спрашиваю ее. Я смотрю, она по всем моим вопросам отвечает, как правильно. Я говорю, сестра, вы откуда? Она говорит, ну, я медик-миссионер из новых обиходов. Я говорю, кто это такие люди, которые вот... Вы знаете, мне Бог открыл глаза, я говорю, вот я обычно как? Я спрашиваю вот эту позицию, потом эту позицию, эту позицию. Ну, кто-то так говорит, кто-то так. А тут впервые в жизни, будучи пастором, я увидел человека, где вся библейская позиция по всем критериям все совпало в одном человеке. Я говорю, кто ты? Откуда ты? И вот тогда впервые в жизни я познакомился и узнал, кто такие медик-миссионеры. Я зашел по мне на сайт, кто вообще такие новые обиходы. Вы знаете, я вот тогда познакомился, и это очень изменило мою жизнь, друзья. Так вот, смотрите, помните, я вам говорил о том, что Папа Римский каждое утро проводит два часа в молитве. А знаете, какой молитвой он молится? Он не такой молитвой молится, как мы с вами. Он молится мистической молитвой. Что это за молитва? Вообще, когда Папа Римский, он пришел на престол, он стал очень сильно продвигать мистицизм в свою церковь. И вот основателем мистицизма в католичестве это был Игнатий Лайола, который организовал ордены иезуитов. И он написал такую книгу, которая называется «Духовные упражнения Игнатия Лайолы». Вот так книга выглядит. Я хочу, чтобы вы просто... Я потом объясню, что и к чему. Вот перед вами очень известный протестантский богослов Тони Камппелла. И он такие слова сказал. «Я узнал об опыте рождения свыше, читая труды католических мистиков, особенно духовные упражнения Игнатия Лайолы». То есть, смотрите, вот этот протестантский богослов, он говорит, я узнал о рождении свыше не из Библии. Откуда? А от мистиков католических. Особенно, говорит, и духовные упражнения Игнатия Лайолы. Вот еще один очень известный богослов-протестант Леонард Свит. Вот что он пишет. «Мистицизм, однажды свергнутый христианской традицией на обочине, сегодня в постмодернистской культуре возвращается в центр». И дальше он говорит. «По словам одной из величайших богословов 20 века иезуитского философа Карла Раннера». Представляете себе, как они возвышают иезуитов. «Христианство завтрашнего дня будет мистическим. Если оно не примет этого опыта, оно исчезнет». Итак, кто такой мистик? Это из Википедии. Мистик – это человек, который получает религиозные знания через молитву и глубокие размышления. Вот я хочу вот здесь остановиться. Не из Библии он получает религиозные знания. Откуда? Из молитвы и глубоких размышлений. То есть, другими словами, мистик – это человек, который говорит, для того, чтобы общаться с Богом, мне ваша Библия не нужна. Мне Бог сам скажет. Вот я с ним сам поговорю, и он мне сам скажет, что мне надо делать. Вот я помолюсь, свои чакры открой перед Богом, Бог мне скажет. Вот мне надо это делать. Все, я пошел, и я это делаю. Понимаете, кто такой мистик? Вот кто такой мистик, друзья. Ну, конечно, в мою голову может прийти все, что угодно, правда? То есть, такие вещи. И вот тоже одни говорят. «Мы считали себя недостойными, и мы были поражены этим чудом, что мы сами учимся. Мы получаем от Иисуса наставление и ободрение лично». Меня дальше не пишут. «В то время как миллионы душ, которые более достойны, чем мы, вынуждены удовлетворяться водительством из Библии, проповедями, учениями церквей, книгами и другими источниками». Видите, что говорят мистики? Они говорят, мы от Бога получаем знания лично. Мы сами лично с Ним общаемся. Вот мы открываем наш разум, Бог нам там что-то говорит. И вот, а другие, ну, это мы, наверное, да? Они удовлетворяются водительством откуда? Они читают Библию, какие-то проповеди слушают. Вот они оттуда черпают эти знания. То есть, другими словами, знаете, как мистицизм, мистицизм, как мистик, религиозный человек молится. Его задача – услышать Бога. Так он говорит. Поэтому что он делает? Ну, Тед Вильсон называет такую молитву центрирующая молитва или молитва размышления. Он говорит, друзья мои, уходите подальше от этих духовных формаций, религиозных мистики и так далее, и так далее. То есть, я приведу вам пример. Тоже был свидетелем одного примера. Один человек говорит, я хочу вот помолиться. Он берет какую-то известную мелодию. К примеру, мелодия «Как дивна благодать твоя». Знаете эту мелодию? «Как дивна благодать твоя». Красивая мелодия. Пение красивое. Мне очень нравится эта пение. И он вместо этих слов берет только одно слово «Иисус». И начинает. Иисус, 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 Иисус. И так вот все пение только говорит это слово. И повторяется постоянно. Знаете, прошло, потом опять. И так по 20 раз он повторяет. А для чего он это повторяет? Чтобы мозги отключились. Да, да. И причем смотрите, какую он мелодию использует. Он берет мелодию. Он берет Иисуса Христа, да? Вот имя Иисуса. И начинает. И он, знаете что? Он вот так вот сидит и так. Вот он берет, вот так делает. Я сам наблюдал. Когда я узнал, я увидел, я ошарашен был. Я быстро вышел из комнаты. Говорю так. Что-то здесь не то, просто он говорит. Вот так вот. Не, сейчас, сейчас, как он делает. Сейчас вспомню. Забыл уже, сейчас. Дух Святого Бога и вдыхает. Сади на меня. Сади на меня. Дух Святого Бога. Сади на меня. И так 20 раз повторяет. Друзья мои, если вы думаете, что эти примеры я вам рассказываю из восточных церквей, это абсолютно не так. Я вам говорю, это то, что я наблюдал в наших церквах. Сидят, давайте мы помолимся. Вот так взялись за руки. Мы хотим услышать Бога. Бог должен прямо сейчас нам что-то сказать. Давайте возьмемся за руки. И начинаем что-то там одно и то же повторять. Я говорю, слушайте, братья, вы куда? Ты знаешь, брат, мы такое открыли. Нам Господь такие вещи говорит. Когда ты пытаешься говорить, да, но Библия, да, но это... Слушай, понятно, Библия это да, это да. Но ты знаешь, мы лично от Бога откровение получаем. То есть весь акцент на чувствах. Понимаете? Не на разуме. Когда мы поем вот такие песни, акцент на что? На разум, на смысл. Ты рационально воспринимаешь все. Но когда пения вот такие, полуулетные, то они тебя подготавливают больше к такому чувственному восприятию Бога. И поэтому, когда вы встретите харизмата, для него вот когда вы говорите, ты знаешь, брат, я открыл в Священном Писании истину, я хочу тебе открыть и показать. Для меня главное... Знаете, что харизмат вам скажет? Для меня главное, я... Главное для меня это почувствовать Бога. Все на чувствах. Друзья мои, чувства это неплохо, это хорошо. Бог создал чувства? Конечно, Бог создал чувства. Но Бог создал что еще? И разум. Что должно быть первичным, а что вторичным? Что кого должно контролировать? Разум чувства или чувства разум? Разум чувства. Конечно. И поэтому, если молодежь... И дьявол, он хочет, чтобы... Вы понимаете, что он делает? Он переворачивает. Он хочет, чтобы молодежью... Молодежь контролировалась чувствами. И говорит, я не могу по-другому. Я люблю эту девочку. Я люблю эту девушку, один парень говорит. И вот я так ее люблю, что я переспал с ней. Как ты переспал? Да, но сердцу не прикажешь. Что ему сказать? У меня такая мысль пришла. Слушай, ну это плохое, конечно. Я говорю, слушай, а если бы ты знал до этого, что эта девушка болеет спидом? Ты бы переспал? Не, не, ты что? Это, подожди, сердцу прикажешь или не прикажешь? Не прикажешь. Вот так разум включается. Дьявол, Господь создал разум и чувства. Но он хочет, чтобы чувства контролировались разумом. Поэтому у харизматов на богослужении вы всегда, придя туда, вы поймете, что там акцент ставится на музыке. Почему? И на какой еще музыке? Потому что эта музыка подготавливает вас, друзья мои, к медитации. Вот такая музыка подготавливает нас к чему? К медитации. Поэтому каждый харизмат, он вот этого и ищет. Как за допингом ходит. Мне надо вот, мне надо вот полный улет. Мне надо вот такие чувства. Да, я сегодня Духа Святого почувствовал. Спасибо, брат. Он прям вот здесь во мне в сердце. Это сила Духа Святого. Дух Святой. Вы знаете, руки к небу. Вот так. Вы знаете, на самом деле, вот есть такое прославление Бога и поклонение Бога. Да? Вы честно слышите? Гимны прославления и гимны поклонения. Правда? Есть такое. Так вот, друзья мои, мы приходим Бога славить? Да. Мы приходим Богу поклониться? Конечно же. Есть время и тому, и тому. Но, друзья мои, когда мы говорим о харизматических песнях, у них в основном гимны поклонения или прославления? Гимны прославления. Почему? Потому что они прославляют Бога. А вот так, вот руки к небу, вот так, вот такие. А когда поклонение Богу, поклонение это что? Это вот это поклонение. Вот это поклонение. Когда ты на колени становишься, да, даже ниц падаешь перед Богом, ты поклоняешься в благоговении перед Богом. Вы знаете, друзья, я вам так скажу. Притчу о лягушке, знаете, да? Ну, взяли лягушку, кинули ее в кипяток, она быстро выпрыгнула. А другую лягушку взяли и на маленьком огоньке, и она сварилась, и даже ничего не заметила, ничего не почувствовала. Вот дьявол, он действует все постепенно. Он не может, представьте себе, если сразу рок-музыку вам дать, такой хард-рок, вы от него что? А ты что здесь? Анафема, сразу убежите. Поэтому он вам сразу рок не дает. Тяжелый рок. Но он дает постепенно молодежи. Сначала они танцы будут. Я видел это лично в интернете. Они поют хор, хор. Вот как, представляете, выходит хор? Братья и сестры, как поют? С почтением, злого и верением, правда? Я так воспринимаю хор. Как мы будем на новом небе и новой земле петь с ангелами? Да? Достойно, в чистых одеждах, новую песнь Агнса будем петь, да? Когда они вышли, они вышли и вот так будут все. Ну да, конечно. И вот, ну поймите, сначала вот так. Потом одна нога задергается. Потом начнется дергаться вторая нога. А потом, слушай, ну две ноги уже дергаются. Давай попрыгаем немножко, да? То есть это постепенно происходит. Просто для каждого дьявол держит свое. Вот мне поражает, насколько дьявол хитр. У него вот на каждого, смотрите, есть что-то плохое, да? Вот, к примеру, рок – это хорошее или плохое? Это плохое, друзья. Что делает дьявол? Он перед каждым плохое ставит слово, одно слово. Христианский. И ему кажется, что все меняется. И многим кажется. К примеру, есть рок – плохой. Друзья мои, христианский рок. Как вам? Уже звучит, а? Христианский рэп. Рэп. Как вам рэп? Рэп. Христианский рэп. Да? Была игра такая, с молодежью мы играли, называется «Мафия». Знаете эту игру? Кто знает, признавайтесь. Ой, мы как переругались с молодежью во время этой игры. Мама дорогая. Пришел один брат. Брат. Молодежь, давайте поиграем в игру. Давайте. Какую игру? Мафия? Не-не-не-не-не-не, не мафия. Сыграем в игру. Овечки и волчата. Итак, город спит, волчата просыпаются. Я не знаю, многим кажется, что вот если они вот эти перемены сделали, то они... Суть от этого, друзья мои, что? Меняется или не меняется? Нет. Просто дьявол для каждого, что делает какую-то определенную оболочку. Вот адвентистам вот это дам, баптистам вот это дам. Задача харизматов просто собрать и объединить всех. Это как связующий клей. Когда католики узнали о харизматии, они тут же в 1968 году назначили кардинала Джозефа Сюненса, который фактически стал руководить харизматией этим движением. Он понял, что ты можешь оставаться... Ты баптист? Оставайся баптистом. Ты адвентист? Оставайся адвентистом. Ничего страшного. Главное, чтобы вы приняли харизматию в вашей общине. И это будет нас объединять. И будет объединять нашу молодежь. И поэтому главное доктринных разногласий вы не говорите об этом. Проповедуйте о чем-то общем. Пусть пением у нас будут общие. Что и у харизматов, что и у баптистов. Потому что баптисты же не могут проповедовать свои доктрины нам. Ну, представьте себе. Ну, пригласили католического священника, и он проповедует. Ну, как-то не очень, да? Или харизмата проповедника пригласи к нам. Ну, правда, не очень выглядит, да? И поэтому вот это проникает. И поэтому, друзья мои, не удивляйтесь, что когда вы откроете сборник, и там будет написано. Здесь составлен сборник, который составлен из многих христианских конфессий. И адвентисты есть, и баптисты есть, и в основном харизматы есть. Поэтому, друзья мои, первое, что дьявол поменяет и изменяет, это, прежде всего, пение, музыка. Оно просто вам сначала, может быть, где-то нравится. Потом вы не замечаете, но вы начинаете петь харизматические песни. А там харизматические доктрины. И так постепенно дьявол что? Он уводит нас. Он уводит нас от истины. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны в этом плане. И я хочу завершить свое слово, свою проповедь вот такими, такой цитатой. Гордон Сирс. Мне очень нравится этот автор. Смотрите, что он сказал. «Когда стандарты музыки снижаются, тогда снижаются стандарты одежды. Когда снижаются стандарты одежды, тогда снижаются стандарты поведения. Когда снижаются стандарты поведения, тогда снижаются значения ценности Божьей Истины». Вот обратите внимание, когда в стандарты музыки и выходит молодежь, которая поет а-ля такие песни, вы обратите внимание, как они одеты. Меняется их одежда, да? Меняются их прически. Как они ведут себя. Потом у них стандарты поведения тоже снижаются, даже в отношении с девушками. Все это снижается. Но начинается все с чего? С музыки. Тадвисин говорит, не поддавайтесь на мирское и харизматическое влияние, которое проникает в наше церковное богослужение. Друзья мои, что это адвентийский говорит? Куда проникает харизматическое влияние? В какие церкви? В наши. Наши это какие? Друзья, это наши. В наши адвентийские. В наше церковное богослужение наполняем мы людей музыкой, которая прославляет себя, а не Бога. Он пишет, давайте будем поддерживать свою духовную жизнь, воспевая хвалу Богу в наших сердцах, исполняя традиционные гимны и другие подходящие песни, которые возносят нас к небу. Аминь. Аминь, друзья. Пусть вас обильно Господь благословит. Давайте помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok